МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Новый год и новые юбилейные даты. Своё столетие сегодня отмечает комиссия по делам несовершеннолетних. Вековая история работы в специальном репортаже наших корреспондентов. Октябрьский дом ремесел получил специальную премию президента за вклад в сохранение традиционных ткацких ремесел. С лауреатами встретилась Марина Джалая. Настоящие волшебники и новогодние проекты самой крупной благотворительной организации страны. Александр Говейко побеседовал с Олесей Костюк, заместителем председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Хреста. Погода и природные аномалии. Тёплый январь 2018-го преподнёс сюрпризы. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. В Беларуси начался очередной этап избирательной кампании. Регистрация кандидатов – депутаты местных советов 28-го созыва. В Гомельской области желание принять участие в избирательной кампании выразили 4142 человека. Наибольшее количество кандидатов выдвинуто путём сбора подписей граждан. Почти 75% от общего числа. Более 12% выдвинуто трудовыми коллективами и четырьмя партиями. Кстати, каждый десятый воспользовался возможностью выдвижения двумя субъектами. Среди кандидатов большую часть составляют женщины – 55%. По роду деятельности преимущества у работников социальной сферы. Треть – это представители образования, медицины и культуры. В настоящее время выдвинуто 4543 комплекта документов по всем уровням советов. И выдвинуто кандидат в 4142 кандидата. Опять же, по всем уровням советов. 10 дней на проверку документов, по 18 число включительно. После потом будет зарегистрирована кандидатура и пойдёт предобранная кампания каждого кандидата. После регистрации начинается период агитации. В Гомельской области уже определены места для проведения митингов и пикетов. Заниматься агитацией нельзя у зданий местных органов власти, судов, прокуратуры, учреждений образования и здравоохранения. Полностью она запрещена на площадях Ленина и восстания в Гомеле. 2018 год для Гомельской области станет знакомым по многим причинам. 15 января область отметит 80-летие своего образования. В этом же месяце можно будет говорить и об ещё одном юбилее. Ровно 100 лет назад, 14 января 1918 года, издан декрет Совета народных комиссаров о комиссиях для несовершеннолетних. Он стал первым нормативным актом, заложившим основу профилактики детской беспризорности. История одного столетия в специальном репортаже наших корреспондентов. Первая мировая гражданская война увеличили число беспризорников до катастрофического количества почти 7 миллионов несовершеннолетних, живущих практически на улице. Их ловили и помещали в интернаты. Однако последних катастрофически не хватало, а те, которые действовали, практически не финансировались. При том, что заботиться приходилось не только о местных беспризорниках. В феврале 1922 года губернтская комиссия помощи голодающим принимает решение о размещении на Гомельщине 10 тысяч детей из Поволжья. Голод в Поволжье увеличил массу беспризорных детей и довел их до катастрофического положения. Оказание чрезвычайной срочной помощи детям есть неотложная задача. Ввиду трудности организации большой сети детских домов широко применять размещение детей голодающих губерний у частных лис, для чего начать широкую агитационную кампанию среди населения, использовал предстоящие беспартийные конференции крестьян и крестьянок. К решению существующих проблем подключились все местные органы власти, общественные организации и журналисты. Сегодня некоторые принимаемые тогда решения кажутся как минимум необычными. Однако, когда количество беспризорников превышало все мыслимые масштабы, выбирать не приходилось. В марте 1922 года на пленуме Гомельского городского совета решили обложить налогом предметы роскоши, а также работников, получающих большое жалование. Еще одно предложение – обложить налогом холостяков, которые, как искренне считали депутаты, подрывают устои нравственности и способствуют увеличению числа беспризорных детей. Полностью завершенной ликвидация детской беспризорности считалась середины 30-х годов. Однако, начало Великой Отечественной войны вновь вызвало резкий рост числа беспризорников. Количество преступлений, совершенных детьми с 1941 по 1944 годы, возросло почти на 200%. После окончания Великой Отечественной в СССР почти повсеместно были созданы специальные фонды помощи детям, куда перечислялись заработанные средства с воскресников или комсомольские пожертвования. В 60-е вводится форма организации школ с продленным днем. Укрепляется концепция более широкого охвата детей детскими учреждениями. Этот период известен тем, что слово «беспризорник» исчезает из периодической печати и официальных документов. Отныне считается, что существуют лишь единичные случаи временного ухода детей из семьи или из детских домов из-за конфликтов с родителями или воспитателями. Заседание комиссии только на районе мы проводили. В вечернее время причем. Выезжали в вечернее время. Объявление было. Сельский совет объявления. Школы объявления. Родители полный клуб или школа полный людей. И вот присутствие родителей, присутствие народа мы проводили заседание комиссии. Разбирались с подростком. Комиссии по делам несовершеннолетних не только сами проводили значительную работу, но и стали координаторами всех мероприятий по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Именно здесь согласовывались планы всех субъектов профилактики. Каждый составлял план действий. Мы на основании тех планов, которые составляли они, составляли свой единый план. И мы могли пригласить к себе на заседание комиссии любого уровня. Любого. Поиск новых подходов в работе с несовершеннолетними трудными подростками – отличительная черта того времени. Обычными становятся спортивные соревнования команд, составленных из молодых правонарушителей и инспекторов ИДН. Каждый подросток, он единственный в своем роде. И вот это тут такие шаблонные масштабы, которые ко всем одинаково применяются, у нас такого не было. Мы каждого ребенка изучали, каждого ребенка смотрели его уровень, его семейное положение. Знаковым событием в работе с детьми и подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, стал подписанный в ноябре 2006 года декрет президента номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. За прошедшие годы на государственное обеспечение помещалось почти 6300 детей из неблагополучных семей. К сожалению, родители более чем 1900 несовершеннолетних так и не осознали всю пагубность своего поведения и были лишены родительских прав. Однако есть и еще одна, более оптимистичная цифра. В биологические семьи вернулись 3760 детей из почти 2000 семей. Мы смотрим социальный аспект. Когда семейное неблагополучие, когда родители пьют, когда дети в школу идут голодные, невыспавшиеся по причине беспробудного пьянства, тогда и правонарушения, тогда эта семья становится на учет, как находящаяся в социально опасном положении. Действует система контроля за этой семьей. Улучшение ситуации стало результатом целенаправленной работы, проводимой комиссиями по делам несовершеннолетних и другими субъектами профилактики. На летний период для молодых людей, в том числе из категории трудных, организуются трудовые и патриотические лагеря. Под эгидой КДН проводятся ставшие уже традиционными такие мероприятия, как курсанты, патриот, зарница, детство без насилия, туристические слеты. Профилактика негативных явлений в молодежной среде через усиление взаимодействия всех заинтересованных сторон и организацию полезной занятости – сегодня одна из главных задач. Подводя краткий итог совместной работы, необходимо отметить, что только за последние 10 лет уровень подростковой преступности в Гомельской области снизился более чем три раза. А если подводить итог работы за 2017 год, на сегодня мы имеем снижение, как в абсолютных цифрах, снижение общего вала подростковой преступности, также в удельном весе. Удельный вес подростковой преступности на территории Гомельской области ниже, чем в ряде областей нашей республики, а также ниже, чем в среднереспубликанской. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, телеорадиокомпания «Гомель», новости недели. В Минске на этой неделе вручили премии за духовное возрождение и спецпремии президента. В Беларуси стало доброй традицией в рождественские праздники награждать людей, которые своим трудом делают страну духовно богаче, проповедуют идеи гуманизма, спасают жизни людей. Среди лауреатов спецпремии президента, деятелям культуры и искусства, коллектив Октябрьского районного дома «Ремесел». С победителями встретилась Марина Джалая. Подробности далее в сюжете. Мы готовимся к фестивалю «Берегиня». Наши девочки вышивают такие вот сувенирные салфеточки. У Катюши наши даже вот вышитые белорусские резиночки. Кто тебе подарил, расскажи. Братик вышивал на Новый год. Спецпремия президента Беларуси – подарок для всего дома «Ремесел». В августе он отметит 20-летний юбилей. Каждый год добавляет и новые направления работы. Теперь здесь можно научиться многим ремеслам. Например, ткать, вышивать, плести пояса, лепить из глины, делать обережных кукол. Мария Сарнавская – единственный на весь Октябрьский район народный мастер Беларуси. Процесс он несложный, наверное, если овладеть им. Это несложный процесс. Это увлекательный процесс. Но надо полюбить это дело. Надо иметь терпение для того, чтобы ткать. Мастера ведут глубокую исследовательскую работу, чтобы как можно более объемно восстановить культурные традиции и особенности ремесла людей, которые жили на территории Октябрьского района несколько веков назад. В данный момент мы делаем куколку-колокольчик. Колокольчик добрых вестей. Вот она состоит из трех таких вот кружочков. Один побольше кружочек, один поменьше и еще поменьше. Ручки должны быть кверху. Это как бы к солнышку. В комнате рядом дети учатся лепить из глины. Без помощи учителя не обойтись. Но девочки работают терпеливо и увлеченно. Их сегодняшнее задание – сделать маленького совенка – имеет глубокий мифологический смысл. Деревят на наших детей, чтобы она оберегала и сон у них, так как она тоже не спит ночью. Ну и чтобы знания в школе у них закреплялись. Дети чувствуют, что здесь действительно живет душа. А свою заботу, мастерство и любовь им каждый день дарят терпеливые мастера. Их бессменный руководитель Татьяна Холодок. Для нее сохранение прошлого – дело жизни и почетный долг. Ведь ее саму ремеслом научила бабушка. Разговариваем с информаторами вот этих ремесленных традиций. То есть я еще раз повторю с нашими мастерами. Конечно же, мы все это не только фиксируем на фотокамеру, но и зарисовываем в наименьшем масштабе с учетом всех деталей, с учетом всех особенностей. И потом, конечно же, происходит очень большая работа. Мы обрабатываем эти материалы. На основе этих материалов мы не только создаем шедевры, как я называю наши, но и создаем какие-то методические пособия. Коллектив «Дома ремесел» организует выездные выставки, производит уникальную сувенирную продукцию, шьет эксклюзивные свадебные наряды. Каждый их день – это как целая жизнь, как отдельный путь. Духовное сокровище через их рукотворное воплощение – смысл деятельности мастеров и настоящая награда. Сегодня районный дом «Ремесел» представляет широкий ассортимент продукции, которая в том числе имеет и логотипы нашего района, и нашей республики. Материальная часть награды будет потрачена на то, о чем давно мечтали в Октябрьском районном доме «Ремесел». Купят выставочное оборудование, фотоаппарат и диктофон. Вещи, с помощью которых собирать по крупицам наше прошлое и ткать из него будущее, станет значительно проще. Марина Джала, Игорь Морищенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Народные мастера Беларуси с 12 января начали работать по-новому. Изменения произошли согласно указу президента, который упрощает работу ремесленников. Документ максимально расширяет перечень видов деятельности, которыми можно будет заниматься по заявительному принципу без регистрации ИП. Туда вошли все виды ручного труда. Указ также уточняет места и способы продажи товаров хендмейт. Теперь официально разрешено приглашать покупателей в мастерские или отправлять продукцию по определенному адресу. Также ремесленники могут рекламировать свои услуги, в том числе в интернете. В Гомельской областной больнице появилась лучшая в Беларуси навигационная система для хирургии позвоночника. Она позволяет проводить любые вмешательства с минимальными осложнениями. Как пишут гомельские ведомости, оборудование стоит около 400 тысяч долларов. Такие технологии многократно увеличивают шансы на успешность операций. В Гомеле появился первый в области почтомат для автоматической выдачи международных пакетов и посылок. Он установлен у отделения связи по улице Курчатова. Пока устройство работает в тестовом режиме. Пользователю нужно зарегистрироваться на сайте Белпочты и перенаправить посылку на почтомат. После чего придет электронное уведомление с кодом. Оплата на месте карточкой. В будущем планируется создать сеть почтоматов. В храмах гомельской епархии можно будет поклониться частицей Резы Господней и мощам Матроны Московской. С 18 января в регионе начнется крестный ход. Святыни будут передавать из храма в храм. Увидеть их можно будет в Гомеле, Светлогорске, Жлобине, Речице и Рогачеве. Реликвии будут доступны для верующих до 18 марта. Ночь с 13 на 14 января. Старый Новый год. Праздник, откровенно говоря, непонятный для многих иностранцев. Ведь мало кто толком может сказать, чем же Старый Новый год отличается от традиционного, привычного всем Нового года. Спустя почти две недели после 1 января веселье у елки возвращается, а вместе с ним и желание снова дарить подарки. О настоящих волшебниках и новогодних рождественских проектах самой крупной благотворительной организации страны в интервью программе рассказала заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк. Итак, завершилась череда новогодних и рождественских праздников. Как понимаю, в этот период деятельность организации как никогда направлена на добрые дела, на благотворительность. Конечно же, Красный Крест – это в первую очередь боготворительная организация. Именно в новогодние праздники, тогда, когда люди ожидают чуда и новых свершений, мы стараемся это чудо приносить. Наши мероприятия направлены в первую очередь на тех людей, на помощь тем людям, которые в ней нуждаются. Например, 21 декабря в драмтеатре мы организовали крупное мероприятие, на которое были приглашены 450 детей из всей Гомельской области. Это и дети-сироты, и дети из многодетных семей, и неполных, соповские дети, дети из Луганских и Донецких областей Украины, беженцы из Сирии, Афганистана. Огромное интересное мероприятие, каждый ребенок получил сладкий подарок. Ежегодно проходит и проводится в этом году не исключение «Елка желаний». Это вообще по-настоящему брендовый проект Белорусского общества Красного Креста, ведь так именно Красный Крест когда-то начинал акцию? Да, отрадно отметить, что нашу акцию переняли, и мы уже видим, что «Елка желаний» стала не наша Краснокрестовская акция, а общественная акция. Подключаются к этой акции сейчас и общественные организации, и просто неравнодушные люди. И чем больше у людей будет заниматься благотворительностью, не обязательно под эгидой Красного Креста, главное дарить людям добро. Тем большее количество людей будет получать эту помощь. И еще одна тема для разговора. Готовили к похолоданиям. Кому и как в морозные дни будут помогать волонтеры Белорусского Красного Креста? Конечно, в каждом районе мы уже подготовили одежду теплую, теплую обувь, одеяло, постель для того, чтобы каждый нуждающийся мог прийти. Даже сейчас приходят люди и получить эту помощь. Кроме этого, в сильные морозы у нас на базе каждой организации будет открыт пункт обогрева, куда нуждающийся человек, будто бездомный, либо просто человек, оказывавшийся в тяжелой жизненной ситуации, мог прийти, обогреться, согреться, попить теплого чая, получить ту же одежду, горячее питание. Кроме этого, у нас планируется работа мобильных пунктов, когда наши волонтеры на автомобилях разъезжают по городу Гомеля и оказывают помощь нуждающимся бездомным. Будут установлены также палатки Красного Креста, в которых будут и работать пушки обогрева, и тоже все могут прийти туда погреться, выпить горячего чая. На днях в Гомеле появился четвертый контейнер по сбору одежды и обуви. Насколько эффективна, как по-вашему, такая форма благотворительности, такая форма сбора вещей? Данный опыт очень актуален, и мы видим уже, что он приносит огромное количество помощи нуждающимся. Благодаря контейнерам собирается много одежды, которая распределяется среди нуждающихся людей. У нас сейчас в каждом районе находится такой контейнер. В городе Гомеле этих контейнеров 4. Адреса их можно посмотреть на нашем сайте, уточнить. Хочу выразить благодарность райисполкомам, Гомельскому облсполкому за оказанную помощь в установке этих контейнеров. Благодаря помощи населения в 2017 году мы оказали помощь более 3000 человек, которые нуждались в ней. Это не гуманитарная помощь, которая приходит в нашу страну раз или два в год. Это постоянная помощь, которая есть в районе. И в любой момент тот, кто оказался в тяжелой ситуации, может прийти и эту помощь получить. И мы видим, что этот опыт нужно расширять. Проект с контейнером, он единственный у нас в республике. Только в Гомельской области такие контейнеры для сбора одежды установлены. Сейчас это пытаются перенять в других областях, поэтому мы рады показать пример. Добрых дел станет больше. Конечно же. Спасибо за это вам и вашим коллегам. И до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Свежая земляника с грядки. Цветы в полисаднике и почки на деревьях. Январь 2018-го удивляет необычной для зимы погодой и природными аномалиями. На то, чего быть не должно, посмотрели наши корреспонденты. Доктор наук, профессор Олег Демиденко приусадебный участок держит не первый год. Но такого, говорит, не было никогда. На грядках появилась земляника, причем не только цветы, но и ягоды. Правда, до приезда журналистов большинство их было съедено детьми. Но в любом случае это действительно необычный факт. В январе в Гомеле в открытом грунте выросла земляника. На грядке неожиданно появилась целая плантация садовой земляники. К сожалению, сейчас не так много ягод осталось уже, но тем не менее, эта плантация была в полном объеме. И может быть, не так уж и странной теперь покажется сказка о злой мачехе и ее пачерице, которая была отправлена в лес в феврале месяце за цветами. Длительная теплая погода заставила растения нарушить все законы природы. Календула, которую еще называют ноготками, предпочитает открытые, хорошо освещенные места. И хотя цветы явно реагируют на ночные морозы, днем они снова радуют хозяев. Собирается расцвести и вот этот молодой куст сирени, если судить по зеленым почкам. Такой же цвет, кстати, сейчас имеет даже прошлогодняя трава. Сколько дней еще будут продолжаться эти природные аномалии, сказать трудно. Во всяком случае, под снежным покровом ягоды и цветы в ближайшее время не окажутся. Судя по информации специалистов областного гидрометеоцентра, наибольшей угрозой для растений, которые перепутали зиму с весной, станут заморозки, особенно ночные. Вместе с тем говорить, что все эти растения погибнут, нельзя. Другое дело, что у плодовых культур может снизиться урожайность, а тех же цветков сирени весной будет меньше, чем обычно. Оценить ситуацию можно будет только через несколько месяцев. Ориентировочно середина следующей недели. Ситуация поменяется в связи с выносом более теплых и влажных воздушных масс с Юго-Запада Европы. То есть это означает, что начнется выпадение осадков. Сначала больших осадков, но вот к концу недели и к крещению, возможно, все-таки мы дождемся снега. Температура в основном ночью это будет до минус 5 градусов, может быть, минус 4, то есть слабоотрицательная температура. А днем около нуля. Олег Синтюров, Анна Ковалева, Валерий Гопанько. Телерадио компания «Гумель». Новости недели. Перевернем страницу. Далее обзор культурных новостей. Чем пестрят афиши и какие сюрпризы готовит музыкальная среда. За жизнью в мире культуры всю неделю наблюдал Александр Лупиненко. Концертные залы ждут своих зрителей. Ведущие музыкальные коллективы области радуют премьерами. Тем временем народные умельцы начали подготовку к фестивалям, а выставочные залы приглашают посетить новые экспозиции. Так выглядела культурная неделя в целом. Сейчас самое время узнать детали. Гумельские городские оркестры совместно с областной клинической и психиатрической больницей реализуют проект «Музыка дарит здоровье». Он включает пять часовых концертов сеансов классической музыки, которая носит терапевтический эффект и теперь дополняют медикаментозное лечение больных. Для нашей области этот проект уникальный, но люди уже давно используют классическую музыку в лечебных целях. С ее помощью лечат различные недуги. А в России музыкотерапия уже 15 лет признана Министерством здравоохранения как официальный метод лечения. По мнению ученых, наибольший эффект оказывает классическая музыка в живом исполнении. Организм откликается на вибрационные частоты и становится своеобразным инструментом. Музыкальные вибрации положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. В областной клинической и психиатрической больнице музыкальная терапия проводится раз в месяц. Ближайший концерт пройдет 17 января. Будут звучать произведения Моцарта. Но шумевший рождественский мюзикл, премьера которого состоялась в прошлом году, снова показали гомельскому зрителю. Впервые необычный спектакль сделала в 2017-м молодежная группа Преображенского храма города Гомеля в Фаворовце. Тогда зрители увидели историю веры, девушке, которая единственная во всем мире сохранила память о Рождестве. По классике жанра за ее душу боролись силы добра и зла. Спектакль, который представили юные артисты в этом году, сохранил основную сюжетную линию главных героев и название «Не забыть о Рождестве». Премьера обновленной постановки состоялась в ГГУ имени Франциска Скорины. На этот раз актеров стало намного больше. К фаворовцам присоединились скауты и студенты. Пополнилось и количество музыкальных номеров. Зрители снова встретились с верой и противоборствующими силами. Интерес к истории подогревали элементы мюзикла, танцы и ковер-версии мировых хитов. Фестиваль семейного творчества прошел в Гомеле в шестой раз. Причем, судя по количеству зрителей, такой формат мероприятия пришелся по вкусу. В программе под общим названием «Рождественские колыбельные» выступление более трех десятков профессиональных и любительских исполнителей и коллективов. В числе артистов церковные хоры, священники, учащиеся музыкальных школ, студенты. В зале Центральной городской библиотеки имени Герцена они читали стихи, исполняли хореографические и вокальные номера. И это только начало года. Забегая наперед, хочу сказать, что культурный календарь подготовил для нас с вами огромное количество интересных встреч. А самых ближайших из них прямо сейчас. К 80-летию Владимира Высоцкого эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского подготовил большой концерт. Вас ждут в УКЦ «Пааланге-17» 25 января в 18.30. Камерный хор Елена Соколовой приглашает вас на рождественский концерт, который состоится 31 января в 18.30 на сцене ДК «Железнодорожников». Ну а Гомельский городской молодежный театр в рамках проекта «Для тех, кто не на работе» ждет вас 19 января в 15.00 на спектакль «Странная миссис Сэвидж». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok